Портал детали. Главные новости Израиля и мира. Пожалуйста, там есть кнопочка под видео «Суперспасибо» или «Стать спонсором». Будем рады любому вашему решению. А сейчас мы беседуем с Гарри Юрием Табахом, нашим хорошим другом и знакомым, капитаном первого ранга ВМФ США в отставке, в прошлом командиром антитеррористического центра НАТО в Турции, начальником штаба военной миссии НАТО в Москве. Здравствуйте, Юрий. Шалом, Израиль! Шалом, Америка! Ну, я не могу не начать с грандиозного события, которое произошло в Америке, в Соединенных Штатах, а именно в Вашингтоне. Мы записываем эту программу вечером в среду, поздно вечером. Итак, грандиозный марш, который устроили еврейские организации Соединенных Штатов. По некоторым данным, больше 330 тысяч участников. Это самая большая концентрация евреев в Вашингтоне за всю историю Соединенных Штатов. Несколько слов. Я знаю, что вы лично не участвовали, но ваши друзья, знакомые и близкие, даже ваша супруга участвовала в этом марше. Итак, что это за марш и что он показал? Ну, причина, почему я не участвовал, я должен был участвовать, потому что я готовлюсь к поездке в Израиль. И у меня есть в описании, где я хочу поддержать израильских бойцов. Jerusalem Shield. Такой отряд есть. Штаты русских. Да, где мои друзья служат. Добро пожаловать в Израиль, да. Да, мой кузен, мои родственники уже улетели в Израиль, но они резервисты, поэтому они 8 числа уже все улетели туда. Да, это было огромное, конечно, собрание евреев. Не все были согласны друг с другом там, потому что, опять же, разделено те, которые не понравилось, что благодарят президента Байдена. Там Шумер вышел, благодарил президента Байдена. И многие сказали, уже изменили свою позицию и с демократической партией отношения, и с Обамой, с его администрацией. То есть, это же Байден, это продолжение Обама, Legacy. И те, которые там за Трампа уже были, люди, которые явно носили трамповские обозначения. И, конечно же, там был этот чант USA, USA, и все кричали USA. Это такой трамповский чант, что, мол, мы хотим Трампа, USA, USA, Соединенные Штаты Америки, хотя это за Израиль. Были все флаги, в основном американские, никаких других флагов не было, ну, кроме израильских, много американских флагов. Туда поехала моя семья, многие из моих друзей отсюда, брались самолеты, чтобы туда лететь, люди, то есть, чартеры нанимали. Да, я слышал, что целые еврейские общины городов нанимали несколько чартеров и летело несколько чартерных рейсов. Да, и автобусы брались в еврейских общинах, и автобусами туда люди съезжались со всей страны. Но что было также интересно, что произошел случай, что в сам Вашингтон же въехать, из-за того, что такой огромный поток народа, то нужно было туда автобусы. То есть, прилетели чартерные самолеты, они нанимают автобусы, автобусы, это много логистики занимало, чтобы так быстро это сделать. И эти автобусы уже довозят до Вашингтона, там, где вот происходит эта демонстрация. Так вот, несколько самолетов прилетело, насколько я понимаю, то ли из Чикаго, то ли из Детройта, откуда-то оттуда. И некоторые шоферы этих, водители этих автобусов не отказались везти евреев, так и сказали, отказывались везти евреев на это. Ну, так интересно. Да, да, да. И несколько самолетов, люди просто просидели в самолете, и им пришлось вернуться, не выходя из самолета, вернуться оттуда. Оттуда почти что 3000 человек это случилось. Но, конечно же, протесты были написаны в эти фирмы автобусные, то есть, они разорятся из-за этого, они увольняют этих водителей. Ну, то есть, это не они, это огромная такая антисемитская... Ну, кроме протестов, там будут судебные иски, я так понимаю. Ну, конечно. Ну, то есть, они должны будут компенсировать людей за самолеты, за много... Не слабо компенсировать за целый чарт на самолет, да. Да. Ну, а самое главное, вот если даже взять 300, больше чем 300 тысяч человек, самое главное, там разные люди выступали, не понравилось многим, что это как бы какую-то заслугу Байдену дали, когда это не заслуга администрации Байдена. Что такое произошло, так как он, Байден не объявил борьбу с антисемитизмом или еще что-то, Байден объявил борьбу с исламофобией теперь. То есть, из-за всего, что случилось, надо бороться с исламофобией. Хотя ни один араб, ни один мусульман, ни один палестинец в США не пострадали, но уже несколько убитых евреев, уже много пострадавших, разбитых бизнесов. Ну, и вот с автобусами тоже выходка, но здесь почему-то с антисемитизмом борьбы нету. Но поэтому и, конечно же, президент Обама, вот ты всегда спрашиваешь, а вот президент Трамп сказал, а вот президент Трамп. Насчет того, что президент Обама сказал, вас евреев не волнует? Ну, как бы немножко, да. Он насудил, но я читал, как бы, что он насудил. Он сказал, что надо срочно прекратить огонь, да. Евреи, ну, в общем, вы все заодно там, друг друга стоите. Нормально? Не совсем так он сказал, но, тем не менее, близко к тексту. Сказал, да, близко. Трампа переводят вообще не близко к тексту, а вот тут надо близко к тексту. Мы все понимаем, что он сказал. И самое главное, есть один еврей в Америке, наверное, самый весомый еврей, наверное, еврей, которого слушает вся Америка, прислушивается. Это такой есть у нас профессор Доршевиц. Он преподает в юридической школе Гарварда, самая лучшая школа юридическая в мире, как считается. И он очень часто выступает и дает комментарии по закону, по судебным делам и так далее. То, что не могут комментировать судьи, особенно судьи Верховного суда, он имеет, он комментирует это. И это такой инштейн юриспруденции, то есть гениальный человек. Но у него есть, как и у всех людей, недостатки. Он демократ, он махровый демократ. Он Обаму целовал в десна, это был его друг. И вот сейчас, после этого, он выступил и сказал, что на 5, что он чрезвычайно разочарован. Он назвал Обаму врагом израильского народа и еврейского народа, что это враг наш. Это очень жесткие слова, чтобы услышать от этого человека. Он ему стыдно, что его обманывала демократическая партия. Все эти демократы, и либералы, и Левы, и Обама во главе них столько лет вводили его в заблуждение. А это гениальный человек. Это судья судей. Это инштейн юриспруденции. Это гений. И что ему стыдно, что он даже дошел до личности, там много чего он сказал, но даже на личность, что ему стыдно, что он был приглашен на день рождения Обамы, и что он приглашал Обаму на свое день рождения. Ему стыдно. И он до такой степени говорит, что нас всех обманывали эти люди, эти левые. Он записался в республиканскую партию, стал трампистом? Нет, нет, он никуда не записался. Назовите мне одного трамписта. Где вы их вообще видели? Я не знаю. Ну как, где? Перед собой вижу. А что такое трампист? Что это? Поклонник человек, который... Я не поклоняюсь никому, я поклоняюсь одному человеку. Это тот, которому я законно женат, на котором, и все. Это что здесь поклонник его? Я только говорю факты про трамп. Когда вы, журналисты, врете про него, я говорю, слушайте, вы неправду говорите. Этого он не говорил, этого он не сделал. Вот и все. Я говорю только, когда неправда. Если вы будете говорить неправду про Обаму или Байдена, я тоже самое скажу. Если вы будете говорить неправду про Натаньяху, я тоже самое скажу. Что нет, этого не было. Это неправда. Вот все. Что такое трампист? Человек, который, значит, по-вашему человек, который говорит правду, это трампист. Великолепный, великолепный поворот. Юрий, давайте перейдем немножечко от политики к борьбе с террором и к военному делу. То, собственно, в чем вы являетесь экспертом и специалистом. У нас завершается 40-й день. В этом эксперт и специалист генерал Яша Кедбин. Я только знаю некоторые вещи. Некоторые вещи, да. Но все же боролся с террором, руководил антитеррористическим центром, но немножко имеете представление. Так, 40-й день войны. Сегодня вот последняя информация, которая поступила. Израильские войска отошли от больницы Шифа, под которой находился этот командный бункер Хамаса. Там все как бы зачищено, все проверено. Заложников не обнаружено. Ну, в общем-то, это, очевидно, следовало ожидать. То есть никто не будет там сидеть, когда там такие гигантские эти туннели и так далее. На ваш взгляд, вот с точки зрения специалиста по борьбе с террором, как проходит вот эта операция? То есть, в принципе, это антитеррористическая операция, крупнейшая антитеррористическая операция, в общем-то, ну, можно сказать, в истории. На ваш взгляд, какие ошибки, что хорошо, что плохо? Ну, наверняка, каждая антитеррористическая операция, точно так же, как и каждая террористическая операция, они отличаются друг от друга. Это, кажется, индивидуально делается. Я думаю, что израильская армия была также введена в заблуждение, что у нас самая лучшая разведка, у нас самое лучшее все, самое лучшее то. И они вернулись к базовым вещам. Они вернулись к базовой борьбе с терроризмом. Они вернулись к базовым вещам войны. То есть, разведка частенько врет. Или разведку тоже надо разведкой проверять. Это я вам как разведчик говорю. Разведчики имеют тенденцию или преувеличивать, или на себя, что мы разведка. Поэтому с нами надо считаться. Да, но частенько там тоже много долбобобов, которые ни хрена не понимают, ни хрена не знают. Они точно такие же люди, как и все. Вот, поэтому армия, я думаю, израильская вернулась к таким базовым своим боевым традициям и ведет войну. Я всех деталей, конечно, не знаю, как проходит эта операция, потому что я не посвящен. Опять же, там у вас есть свои, которые все знают, и с ними советуется Генштаб, конечно, ежедневно. С одной стороны, Генштаб Израиля, с другой стороны, у него на телефоне Генштаб Соединенных Штатов Америки. Вот они его спрашивают, что нам дальше делать. И он вот этим вот. И потом рассказывает вам все это в эфирах. И в основном такие, поэтому не знаю. Ну, я знаю одну вещь, что мы частенько говорим, что вот они все террористы, вот они все убийцы, вот они все такие, или они все такие. Нет никого, нет всех таких или иных. И вот сегодня еще раз мы видим, что израильтяне получают очень много разведывательных данных. Не от ЦРУ, не от МОСАДА, а вот от тех людей, которых они оттуда вывели, дали воды, еды, дали им первую медицинскую помощь. И вот эти вот палестинцы им рассказывают, им рассказывают. И это частенько бывает, когда мы били и измывались над террористом, над каким-то даже террористом. Где его команд, где его токтыш, какой у них следующий план, чтобы спасти жизни. И мы не щадя себя, днем и ночью из него этого выдавливали. А не выдавишь. Он уже с Аллахом там. Ему все, ему все без... Пока не заходит какой-то умный и говорит, слушай, а у тебя же диабет, да? И дает ему печенье без сахара. И вот этот человек выливает все ему. Поэтому есть разные методы. То есть злой и добрый следователь, да? И такое работает иногда, и по-разному работает. Поэтому эти эксперты, которые говорят, мочить всех, убивать всех, все это всему, так не сработает. Не сработает. Вы не заставите людей поменять свою религию, поменять свой язык, поменять свою культуру. Нужно находить разные всегда способы. Израильтяне всегда были экспертами в этом деле. Потому что в Израиле были все. И русские, и украинцы, и арабы, и иранцы, и мусульмане. Ну, имели в виду, знали мусульманскую. И Коран знали, и религию, понимали культуру. Израильтяне всегда могли найти подход даже к идеамину во время Энтеби. Даже ему заморочить голову. Потому что они знали его лично. Некоторые были люди, которые его знали лично. И участвовали в этом. Поэтому сегодня, как я вижу, и как я понимаю, израильтяне вернулись к этим базовым знаниям. И они начинают бороться с этими террористами таким способом. Рано или поздно они их выкроют. Сегодня главное Израилю нужно помочь. Не оружием. У Израиля достаточно оружия, чтобы воевать с этими бородачами. Это не Украина, где у них нет оружия, им приходится воевать с авиацией, с артиллерией, с танками и с огромной массой. Здесь совершенно другая война. Израилю нужна политическая поддержка, чтобы Израиль перестали прессовать сиз-фаер. Прекращение огня из-за гуманитарных положений. Потому что, насколько я понимаю, в Израиле уже седьмой или восьмой раз с газой сиз-фаер, то есть подписывают бумаги, все, что газы и Хамас перестает пулять ракетами, брать заложников и терроризировать Израиль. И каждый раз Израиль останавливает боевые действия, потому что из-за международного ООН и там все остальные эти бестолковые организации, которые только вытягивают деньги из нас, коррумпированные. И Израиль это давление, Израиль подписывает к ажар, и уже восемь раз, извините, ну семь-восемь раз никто такого не делает. Никто не верит в истинную любовь, когда тебе клянутся в ней, мамы клянутся, что они тебя любят, и потом идут там, тебе изменяют, или что воровать больше не буду. И продолжают воровать, ты каждый раз веришь. Или насиловать не буду, и каждый раз насилую. Восемь раз надо быть идиотом, чтобы в восьмой или девятый раз на это идти. Поэтому израильтяне, я думаю, будут воспринимать израильтян как идиотов, если они еще раз подадутся на международное давление и пойдут на сиз-фаер и прекращение огня из так называемых гуманитарных целей. Это негуманно. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца, когда это постоянно проходит, проходит, проходит. И то же самое, и урок надо и украинцам извлечь из этого также, что как только вы прекратите это и дадите им передышку, и сядете с ним за стол переговоров, вы проиграли. Они это начнут снова, снова и снова и снова, каждый раз. Да, но давление сильное. Опять же, террористы, настоящие террористы, не в газе, они в другом месте. Кстати, это расходный материал там, это оружие, это снаряд, который ты выстреливаешь, его больше нет. Точно так же, просто этот снаряд с бородой и на мотоцикле там с Калашниковым в руках, но он такой же снаряд, его употребляют и все. Это не настоящий террорист. Настоящие террористы сидят в Катаре, в Риаде, в Кремле и в Вашингтоне. Да, вы в прошлой программе хорошо сказали, что главные террористы сидят в Белом доме, да. Такое было сильное заявление. Юрий, операция... А кто дает им деньги? Вот я сейчас был на встрече у сенатора Рик Скотт, у нас два сенатора, Рубио и Скотт. На 11 ноября, день ветеранов были приглашены. И только что у нас был ралли, тоже митинг в поддержку Трампа. Было огромное количество людей, где Трамп выступал. А там сказали, закончить эти войны очень просто, перестаньте их финансировать. Что значит перестать финансировать? Перестаньте пересылать замороженные деньги Ирану, что сделало в Белом доме. Это профинансировали террористов. Это террористические страны, террористические организации. Тут просто они большие. И перестаньте нефть покупать за такие цены. Ну а как не купить нефть? Вот за вами едут машины, они же едут на нефть. Что мы можем сделать? Надо ее покупать. Трамп сказал, я опять разрешу добычу нефти, как это было 3,5 года тому назад. Я разрешу добычу нефти и газа. Имеет в виду сланцевую нефть, да? Сланцевую, да. На наших раздельных. То, что Байден запретил в первый же день, как пришел к власти. И цены на нефть взлетели. И наложил санкции на наш северный поток. Назывался Keystone Pipeline. И снял санкции с русского северного потока. То есть Россия и Иран открылась у них кислород. Они стали есть. Таким образом, он и говорит, я их просто заморю голодом финансово. Я их погашу. И эти войны все остановятся. За 24, за 40. Сколько, какая разница. Я это погашу. Он это постоянно говорит. Поэтому все время это, каждый раз это, а как он собирается делать? А как он? Да он тысячу раз уже сказал, как он это собирается делать. Вернет цены на нефть, которые были два с половиной года назад. И это все прекратится. Потому что не будет денег, не будет финансирования. Ну, это правильно. Юрий, еще хотел задать вопрос про заложников. Это самый больной вопрос, по крайней мере для Израиля. И постоянно крутятся разговоры. Вот там идут какие-то переговоры. Вот сейчас Катар ведет эти переговоры. Катар, который является основным, так сказать, финансистом. Который финансировал весь этот Хамас. И постоянно этим занимался. И у нас начинается давление со стороны общественности. Что да, надо пойти, надо приостановить огонь. Надо пойти на какие-то обменные сделки. На ваш взгляд, можно ли идти на сделки с террористами? Насколько это реально? Можно. Но все наши слушатели прекрасно знают этот закон, как ты идешь на сделку. Деньги утром, стулья днем. Деньги днем, стулья вечером. Утром, стулья, вечером деньги. Но только деньги вперед, да? Можно и наоборот. Но только деньги вперед, да. Деньги вперед. Пусть они отпустят всех заложников. И тогда перестанет идти огонь. Пока они держат заложников, давление и гоняться за ними и убивать их надо продолжить. Потому что те, которые держат этих заложников, понимают, все прекрасно понимают, что рано или поздно вы доберетесь до них. Они убьют заложников, их все равно убьют. А если они не убьют заложников, а отдадут их, может быть, они выживут. Может быть, вот тогда можно будет договориться, что их просто посадят в тюрьму. А там Хэнова знают через какое-то время, может, их тоже. Но если этот будет бесконечный, этот замкнутый круг, вы их арестовываете, сажаете в тюрьму, они берут заложников, вы их всех отпускаете. Что же вы хотите? Конечно, они будут брать заложников. А как иначе они могут выйти из тюрьмы? Поэтому это замкнутый круг. Да, большинство нынешних руководителей Хамаса, военного крыла, по крайней мере, вот тот же самый этот Дев, который, он же сидел, и это самый, как его... Да, многих выпустили. Да, по сделке Шалита, по сделке Шалита выпустили всех этих ребят. Тысячу человек, да. Ну и то же самое у нас. Многих, которых выпустили из Абу Грейв на Кубе, они вернулись к терроризму. Не все, правда, не все. Ну, многие вернулись. Поэтому вот это постоянно давать им... Слушайте, это прекрасный бизнес. Шесть миллиардов, чтобы Байден дал Ирану, чтобы отпустить пять заложников. То есть, очень хороший бизнес, даже если ничего, хороший бизнес, бери американских заложников, и ты получишь миллиард за каждого. По миллиарду за каждого. То есть, в Израиле то же самое получается. Выберете, поэтому нужно на них давление, и чтобы они знали, что они умрут с заложниками вместе. Если заложники погибнут, им не жить. Никакой тюрьмы, ничего. Не будут уничтожены. Они и их семьи будут уничтожены. Их близкие. Все их окружение будет уничтожено. Культура такая. По-другому не работает. И все, которые сейчас меня осуждают, что это негуманно. При чем тут... Когда вашего ребенка возьмут в заложники, посмотрим, как вы заговорите. Гуманно это или негуманно? Потому что это будет продолжаться без конца. А когда вашего ребенка этого отпустят, и его израильтяне за жизни своих солдат спасут, следующего возьмут. И опять то же самое. Тогда посмотрим, как вы заговорите. Но это только так работает. Единственное, как они могут выжить, как они могут сохранить жизнь себе и своим близким, это если они отпустят заложников и получат жизнь заместо этого. А если они этого не сделают, Израиль сейчас... Я не знаю, ли я должен это говорить или нет, но так как я уже разошелся, наверное, я скажу. Израиль принял очень непопулярную, но правильную решение. Воевать так, как будто заложников нету, и освобождать заложников, как будто войны нету. Разделить эти две вещи. То есть воюем, как будто нету там наших. Погибли. Но освобождать их так, как будто война тоже не идет. То есть мы будем делать это все в таком мирном русле, пытаться договориться. Так что когда вот с этих двух сторон на них будут нажимать, опять же я не знаю, ли я должен это говорить или нет, то они... Понимаете, они хотят жить. Ну не эти, которые... Да, в норах сидят. А те, которые сидят в Катаре. Им... Это... Я даже не могу приличное слово найти. Сейчас сразу. Им капец на букву «П». Все. Это уже решено. А вы там с яхтами живете, вы там с любовницами живете, вы там курите, у вас жизнь, у вас миллиард у каждого там. Вам капец. Так что давайте приказ... В Израиле создано специальное подразделение при службе внутренней безопасности. Так что давайте приказ своим крысам отпускать заложников. Таким образом, может быть, вы выживете. Иначе нет. Может быть, вы тогда вас оставят в Катаре, в Риаде, где вы там находитесь еще? В Вашингтоне. У нас их тоже бегает немалое количество, уже говорят наши спецслужбы. Шутка ли? 10 миллионов запустили нелегально. То есть мы не знаем, кто эти люди. Если во время эвакуации или бегства из Афгана в этих набитых самолете молодыми людьми призывного возраста женщин, детей не было там, мало. Уже определили 6, как минимум 6, известных террористов. А где они? Они где-то здесь в Америке бегают. Вы думаете, они просто так сидят? Или прячутся? Они планируют. Все еще впереди. Юрий, хотел спросить вас по поводу ситуации на северной границе, по поводу Хамаса. Вот у нас прошло сообщение, это Ройтер передал, что верховный руководитель Ирана Айтала Али Хаминаим в ходе беседы с главой полюберра Хамаса Исмаил Мхани, который прибывает в пятизвездочных отелях с яхтами, любовницами и прочими, разъяснил, что Исламская Республика не вступит в войну с Израилем, сказано, что Хамени выразил недовольство действиями Хамаса, который напал на Израиль, не предупредив об этом Тагеран. Значит ли это, что Иран не позволит Хизбалле вмешаться сейчас в войну? Или все-таки пожертвует ее ради высокого дела? Опять же, они живут хорошо, и они понимают, что это им может обойтись и стоить. Короче, хамасовцы, вас кинули, дебилы, вас кинули ваши братья. Вообще, подумайте, я понимаю, что там нет ни образования, ничего, кроме ненависти к евреям, но подумайте сами, вас уже сколько, 70 лет, 80 лет, кидают ваши же братья, кидают вас постоянно. Так что же, вот сейчас они вас опять подставили и кинули. Не войдет Иран в эту войну, и Хазбулла не войдет, и никакая другая арабская страна вас теперь не защитит. Ну да, кроме громких лозунгов ничего не было. Кроме того, вот они бегают здесь у нас по Майами, по Нью-Йорку, с флагами, Хамас, по Европе, хоть один из них поехал воевать за свою страну, за Газу. Что они кричат? 300 тысяч израильтян вернулось, пришли на призывные пункты. Все, кого я знаю, израильтян здесь, рванули на следующий же день обратно воевать за Израиль. Ну езжайте, повоюйте за Газу, или с другой страны пусть приедут. С Египта, где они все эти хамасовцы, где все эти, которые рвут на себе палестинские флаги, кричат «Остановите войну! Сисфайл!» Ни один из них к вам не поехал. Да они вам даже доллара не дали. Вам дают эти дебилы, бледнолицы, которые так переживают за вас, леваки. Эти вот как раз те, которые почему не арестовывают? На Белый дом нападение, на федеральное учреждение нападение, угрозы. В Конгрессе устроили демонстрацию, то есть то, что запрещено внутри Конгресса, нельзя демонстрацию устроить. Устроили демонстрацию, назвали себя еще евреями, их там арестовали. Им кому-нибудь влепят те сроки, которые влепили тысячи человек арестованных, которые как раз участвовали в мирной демонстрации 6 января, считая, что выборы были подделаны, имели право. И тысячи человек арестовали, влепили по 20 лет сроки какие-то неимоверные, сталинские. А этим ничего. Они на Белый дом напали, и за Хамасовича, и угрожают, и Байдену угрожают, и конгрессменам, сенаторам демократическим угрожают. Почему же их не арестуют? Это потому, что это их электорат. Те, которые 6 января вышли, это не их электорат. Они не голосуют за демократа. И никогда не будут голосовать. Их не изменят. Поэтому их надо посадить. А эти, которые бомбят, жгут, и все остальное, и бегают с палестинским флагом, и кричат, Хамас это в университете в Пенсильванском одна собрала всех, много, и что Хамас у нее в сердце, и Хамас это свобода. И вот то, что Хамас делает, это героически. И там все их лопали, и все, сейчас ее арестовали, потому что она украла израильский флаг у кого-то. То есть воровать нельзя. Сдираются эти флаги. Их никого не арестуют, им никого. Вот интересно, сколько ей дадут, какой ей срок влепят. Никакой, может быть, штрафом отдела. Потому что это демократический электорат, это те, которые голосуют за демократов. Вот вы, израильтяне, подумайте, с кем вы, кто правда за вас, и как и украинцы, подумайте, кто с вами, кто вам правда хочет помочь, а кто, чей электорат не на вашей стороне. Подумаем. Подумаем. Спасибо. Спасибо большое, Гарри Юрьевич. Спасибо, Александр. Капитан первого ранга в отставке. Спасибо. И ждем вас в Израиле. Ждем в Израиле. Добро пожаловать. Как только я соберу все, как только...